сегодня 28 июня понедельник смотрите в новостях телеканала оса взрыв в жилом доме разворотил квартиру для дочи хорошо да нет то чтобы сильно так в основном напугалась отчинец сам вытаскивал дочь из-под завалов отчинцы не могут получить медпомощь у меня было сначала на тебе на телефоне 150 дозвонов мы узнали что с местами в госпиталях и в чем проблема с кт отчинец угодил под трамвай подробности дтп расскажем выпуске всем здравствуйте выпуск начнем вот с какой темы сегодня здесь на голубева 21 работают представители мэрии они пытаются ценить ущерб и понять как можно восстановить это здание напомню здесь в субботу днем прогремел взрыв хочу рассказывать посмотрите что я могу рассказать про дверь все и так видно стену вот дверь пожалуйста вот смотрите пожалуйста заходите тихонько только тихо тихо не открывать ее сильно потому что вообще потом не замкнут такие разрушения нанес взорвавшийся электрический бойлер в квартире где он был установлен раскурочно практически все а на даже остановились часы на них 14 42 примерно в это время и раздался хлопок взрыв произошел в субботу а жильцы старенького дома и сегодня рассказывают о случившемся так будто это произошло пару часов назад как бомбежка знаете по телевизору смотрят что бомбят и вот такой вот взрыв просто натуральный взрыв нет у меня не пострадала квартира у соседки вот там да все вы видите трещины и все и без того ветхое жилье теперь и вовсе грозит обрушиться от взрыва который прогремел в угловой квартире на первом этаже пострадало еще несколько квартир хозяйка квартиры номер один она расположена как раз напротив той где произошел хлопок говорит что теперь стены еле держатся я вот так вышла я встал он видите вот угол я вот так вышла я вообще я в шоке я вообще не поняла я говорю если бы вот вот не его дверь на мою не упала мы бы конкретно вылетели бы вот так разрушение есть и на втором этаже дома когда прогремел взрыв раздался сильнейший хлопок такое ощущение что как будто баллон газовый взорвался сразу все зеркала слетели со стен все вазочки полетели вот тут вот по стене пошла трещина вот здесь вот сразу трещина как раз надо комнаты которая взорвалась дернула батареи и из нее почему-то полился кипяток горячая вода то ли бойлер был подсоединен к отоплению того человека то ли чё то тут все было мокро лужа была хозяин квартиры в которой взорвался электрический бойлер уверяет все было исправно и оборудованию всего год хотя устанавливал он его самостоятельно николай не понимает почему произошел взрыв да ничего взорвался что-то почему все было ну не знаю может быть либо засорилась термостат стоял на 60 градусов у меня температура ну вот этот на который настройкой температуры и все он стоял и не знаю почему он так случилось что он не сбросил ли чё ли термостат за это не сработал короче он не отключился и он закипел кипел кипел видимо теме ну и и от давления и все и просто взорвался с дочей дома были для дочи хорошо все нормально сильно доставать да нет не то чтобы сильно так в основном напугалась 12-летняя дочь николая единственная кто пострадал физически при взрыве николай рассказывает что после громкого хлопка как только опомнился стал доставать дочь из-под завалов жители дома напротив после хлопка вышли посмотреть что случилось и увидели как из окна детской комнаты вместе с отцом выбирается девочка бросились на помощь очевидцы говорят у девочки была рваная рана левой руки на счастье в соседнем дворе оказалась скорая помощь ее бригада и доставила девочку в детскую больницу сейчас ребенок в стабильном состоянии 14 55 приемный покой была доставлена девушка бригадой скорой помощи состояние при поступлении средне тяжелая стабильная пациентка была госпитализирована детское хирургическое отделение ей оказан необходимый объем медицинской помощи в том числе и хирургической на данный момент продолжает лечение в детском хирургическом отделении состояние также сохраняется средне тяжелым стабильным вот так сейчас выглядит детская комната в квартире где прогремел взрыв где взорвался бойлер проходим немножечко дальше и здесь просто как после бомбежки все раскуроченное окон нет ну зрелище конечно страшное субботы в доме были отключены водоснабжение и электроэнергия сегодня подача воды и электричество восстановлены на месте чп работала выездная комиссия мэрии специалисты осмотрели поврежденные квартиры жильцам дома предложили переехать в маневренный фонд но люди отказываются покидать свое жилье многие прожили здесь достаточно долго сам дом 1957 года постройки в прошлом году был признан аварийным расселить его должны до конца 2025 года сейчас у дома даже нет управляющей компании все благоустройство во дворе и скромный ремонт в подъездах жители делали самостоятельно теперь специалисты строительного и жилищного надзора проведут обследование технического состояния дома дадут оценку пригодности его к проживанию отмечу что свою проверку приведет и прокуратура николай черемных вельдан калимулин телеканал оса на свердлово начался гарантийный ремонт участок от военкомата в сторону куйбышева после капремонта теплосети асфальтировал аккорд плюс по заявлению руководства фирмы провалы и трамплины дорожники устранят до 30 июня если не помешает погода в минувшие выходные очевидцы заметили двух медведей на трассе очисты назарова судя по фото и видео это еще небольшие подростки ведут они себя не агрессивно и с любопытством рассматривают проезжающие машины к тому же если где-то появились медвежата это значит что неподалеку их мать как говорят охотоведы животные стали выходить к людям в поисках пищи так как из-за затяжной холодной погоды ее недостаточно в лесу поэтому жителям следует быть предельно внимательными при выезде на природу отметим что это не первый случай в крае когда косолапой выходят к людям так на прошлой неделе медведи бродили в окрестностях лесосибирска железногорска и красноярска а в природном парке ергаки встреча с медведем закончилась трагично для 16-летнего подростка с 1 июля традиционно вырастут тарифы на коммунальные услуги в среднем на 4 процента за электричество те кто живет в городе в домах со стационарными электроплитами и сельчане будут платить по норме 1 рубль 98 копеек а все что сверх 3 рубля 20 копеек для остальных категорий населения и приравненных к нему категории потребителей тариф по норме составит 2 рубля 83 копейки сверх нормы 4 рубля 57 копеек квитанции суммами рассчитанными по новому потребители получат уже в августе очинцы не могут получить помощь медиков с такими жалобами горожане звонят к нам в редакцию потому что дозвониться в поликлинике они не могут не могут вызвать врача получить направление на кт вызовов действительно много но уверена это не тот случай когда люди должны понять и простить люди должны знать что делается чтобы изменить положение еще на прошлой неделе власти официально признали ситуация с коронавирусом в нашем городе и районе одна из худших в крае у меня было сначала на телефон на телефоне 150 дозвонов это попытки дозвониться в регистратуру марина ворсина на больничном пока виду с прошлого вторника врача вызвала только по горячей линии страховой компании спустя неделю снова звонила в скорую там сказали обратиться в поликлинику чтобы сделать к это муж говорит марина вернулся ни с чем вместо направления ему дали номер телефона по которому не дозвониться я поехала сама с ним меня практически выгоняли из поликлиники пешера тимошенкова которая была у меня на приеме они не могут прозвонить и не могут выяснить какому врачу я отправлена чтобы продолжить дальнейшее лечение все я уехала ни с чем как быть в этой ситуации а еще очинцы сообщают что телефоны регистратуры во второй поликлинике не отвечают мы проверили по указанным на сайте мрб номерам действительно никто не берет трубки в мрб сегодня не смогли дать комментарии ситуацию по к виду комментировала замминистра здравоохранения марина бичурина по ее словам с дополнительные койки они разворачивают по необходимости и пока дефицитов не стали пациентам третья волна характеризуется к сожалению более резким ростом госпитализированных и заболевших вот допустим за вчерашний день нам плюсом пришло еще сто восемьдесят шесть пациентов мы разворачиваем коечный фонд частность развернута у нас чуть больше пяти тысяч коек в городе красноярске чуть больше трех тысяч коек но они заполнены не полностью где-то на 80 процентов сейчас мы наблюдаем некоторое увеличение пациентов которые находятся на искусственной вентиляции легких в Ачинске накануне на базе детского стационара в шестиэтажке врачи открыли 50 коек для коронавирусных пациентов по словам главного детского врача александра третякова ресурсы в их медучреждении на этом исчерпаны ситуация на сегодняшний день в городе Ачинске находится достаточно скажем тяжелая по количеству заболевших сегодня у нас развернуто только по нашему учреждению 170 коек если говорить то вчера может своим имеющимся 120 койкам развернули дополнительно 50 а с ограничена плановая медицинская помощь а точнее говоря мы полностью прекратили по всем профилям для оказания детям соответственно остается оказание медицинской помощи в отдельном крыле тем чтобы не пересекались потоки по экстрене отложенной помощи детям с хирургической и соматической патологии то что касается работы компьютерного томографа я знаю вопросы задаются тем не менее томограф который у нас находится в новом госпитале он находится на техническом обслуживании в среду ждем специалиста из москвы для настроек системы мониторирования но тем не менее о помощи из-за этого не приостановлено у нас есть второй компьютерный томограф это модульный который находится на территории детской поликлиники номер один модульное здание соответственно вся медицинская помощь диагностика оказывается так между тем как говорит детский главврач растет количество средне тяжелых и тяжелых пациентов в возрасте 45 60 дети тоже чаще болеют амбулаторной сейчас лечится по данным третякова 125 человек наталья сусанина александр сиделев телеканал оса проверить здоровье стопы у детей и взрослых на аппарате плантограф в губернской аптеке на кравченко сема теперь можно на постоянной основе если имеются отклонения вы можете подобрать ортопедические стельки для коррекции а также специальную обувь и фиксаторы помните исправление плоскостопия особенно у детей залог правильной осанки и укрепления всего опорно-двигательного корсета фармацевтический центр губернские аптеки улица кравченко 7 а а еще не было натяжной потолок за 33 рубля в день компания премиум 28 квартал магазин азия звони 5 99 77 газета новая причалым к продолжает подписку на второе полугодие 2021 года 600 рублей для горожан 500 для льготников адреса на экране телефон отдела доставки 7 66 41 компания синт представляет тариф интернет плюс телевидение 150 мегабит в секунду более 100 каналов в высоком качестве просмотр любимого видеоконтента на youtube и и это всего за 650 рублей в месяц подробности тарифа узнавайте на сайте в офисе оператора и по телефону 56 3 0 парламентские партии определились с кандидатами на предстоящие выборы в госдуму 8 созыва накануне в москве прошел съезд справедливой россии за правду на котором был утвержден список кандидатов и предвыборная программа общий федеральный список возглавили председатель партии сергей миронов и со-председатели писатель и политический деятель захар прилепин политик предприниматель геннадий семигин также в нее вошли актер и режиссер владимир меньшов член совета федерации александр бабаков в региональную группу номер 6 которая включает красноярский край республику алтай и хакасию вошли два красноярца максим маркер действующий депутат законодательного собрания справедливой россии и александр лимпио лидер регионального отделения объединенной партии справедливая россия за правду также максим маркер выдвинут на участие выборов госдуму по 55 одномандатному округу куда входят ачинский ачинский район ранее кандидатов на выборы в госдуму утвердили в единой россии кпрф и лдпр такие случаи для ачинска явление нечастое мужчину сбил трамвай все произошло здесь на второй проходной агк пятничным вечером в районе 8 часов известно что мужчина переходил дорогу в неположенном месте в этот вечер в ачинске шел дождь и мужчина прикрывался зонтом как говорят дорожные полицейские возможно это и стало одной из причин этого происшествия по информации гибдд дтп случилось в 19.30 трамвай под который угодил невнимательный пешеход двигался со стороны агк в город 48-летний пешеход не убедившись полной безопасности вышел на проезжую часть стал переходить трамвайные пути и был травмирован проходящим трамваем в результате данного происшествия пешеход с травмами был госпитализирован по данному факту сейчас сотрудники госавтоинспекции проводят проверку устанавливают истинные причины предварительно вина пешехода у мужчины медики диагностировали ушибы тупую травму грудной клетки и сотрясение его выпишут уже на этой неделе однако кроме больничного листа пешеход может обзавестись еще одним документом если его вина в дтп будет доказана ему грозит штраф до 500 рублей николай черебных вельдан калимулин телеканала са кроме повышения тарифов на услуги жкх с первого июля нас ждет еще ряд изменений во-первых начнутся выплаты беременным женщинам если они встали на учет до 12 недель при этом доход на человека в такой семье не должен превышать прожиточного минимума на душу населения во-вторых владимир путин поручил до 1 июля расширить программу льготной ипотеки на семьи с одним ребенком родившимся после 1 января 2018 года такие семьи смогут до 31 декабря 2023 года получить ипотеку на первичном рынке или рефинансировать уже имеющуюся под 6 процентов на весь срок также путин поручил продлить до 1 июля 2022 года срок действия другой льготной ипотечной программы на покупку первички ставка по такой ипотеке должна составить не более 7 процентов а максимальный размер кредита не должен превышать трех миллионов рублей в третьих с 1 июля россияне переболевшие к вид-19 смогут пройти углубленную диспансеризацию доступную по полюсу обязательного медицинского страхования до конца 2023 года в первую очередь восстановление коснется тех кто переболел новой инфекцией в средней и тяжелой степени также с 1 июля из продажи исчезнут сигареты дешевле 108 рублей и не маркированная табачная продукция еще с 1 июля 2021 года банки станут чаще отказывать в кредитах клиентам которые тратят на платежи по долгам более половины доходов иногда вместо отказов банки смогут предлагать более высокие ставки ну и наконец с 1 июля российские банки будут переводить пенсии декретные ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет и выплаты из мат капитала только и Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует...